Девушки отдыхают Некоторые с радостью надевают свадебные платья своих матерей, а некоторые категорически отказываются. Моя задача сделать семейную реликвию пригодной для свадьбы – подобрать невесте новое и уникальное платье. Два платья – одно решение. Семейная реликвия или новое платье. Два платья для невесты. Любительницы моды Хезер, мамино платье кажется старомодным. Я Хезер, мне 28 лет, я из Пидмонта, штат Калифорния. Мы рады видеть у нас таких красивых маму и дочь. Спасибо. Вы очень милые и стильные. Да, очень модные. Расскажи мне о своей свадьбе. Свадьба будет проходить на Гавайях. Все наши гости будут одеты в кружево. Жениться мы будем на закате. Это будет очень романтичная свадьба. Расскажи о своем женихе. Вы познакомились на званом ужине. Он пригласил меня на свидание. Я сомневалась и поэтому позвала с собой подружку невесты Ким. Она была третьей лишней? Нехорошо. Она должна была его заценить. Одобрать. Да, девочки так делают. Он заплатил за вас обеих? Я тоже хотела спросить. Да, заплатил. Это было правильно. Мы с Полом очень похожи. Мы вместе путешествуем, вместе ходим в походы, дегустируем вино, совершаем прогулки. Пол – самый добрый и самый заботливый парень на свете. Я его очень люблю. В чем ты хочешь спуститься к алтарю? Обтягивающая фигура, расширяющаяся к низу. А еще мне нравятся кружева и блестки. На моем платье есть кружево, есть жемчуг и есть немного блесток. Хезер, ты чувствуешь давление от мамы? Да, конечно. Мне всегда говорили, что я должна его надеть. Мама, расскажите мне о своем платье. Когда я планировала свадьбу, я увидела платье, которое отличалось от всех остальных. И я сразу поняла, что это оно. Это мое платье. В день своей свадьбы я чувствовала себя в нем красавицей. Это платье казалось мне уникальным. Оно было удивительным. Когда я сообщила маме, что выхожу замуж, она сказала, «Почему бы тебе не надеть мое платье? Я могу его перешить, потому что мама партниха». Хезер – моя единственная дочь. И если она его не наденет, то мне придется ждать, пока его наденет кто-нибудь другой. Возможно, моя внучка. Не знаю, как вы, а я готов посмотреть на платье. Когда-то мамино платье из гофрированного шифона и кружева было на пике моды. Мне нравится гофрирование. Чудесное кружево, расположение жемчужин. Мне даже нравится высокий воротник. Наверное, оно было шито по моде того времени, и это чувствуется до сих пор. Но ты не видишь себя в этом платье, так? Нет. Есть что-то, что к тебе в нем нравится? Мне нравится гофрирование, потому что оно снова возвращается в моду. Ладно, я отправляюсь на поиски нового платья. Каков у нас бюджет? 5 тысяч долларов. Отлично, увидимся позже. Начинается веселье. Мама года не шила платье для Хейзер, но сегодня эта задача возложена на Келли. Вы не против, что кто-то другой будет перешивать ваше платье? У меня есть идея, но я не такой профессионал, как вы, поэтому полностью доверяю вашему мнению. Мне не терпится увидеть ее в нем. Мне тоже я буду работать с таким красивым платьем. Хейзер, ты готова? Хейзер, ты готова? Да. Выходи и покажись нам. Как красиво. Боже мой. Оно хорошо сидит. Повернись, Хейзер. О, Хейзер. Эмоция. Меня переполняет эмоция. Когда я надеваю мамино платье, я хочу, чтобы оно выглядело модно. А в нем я похожа на невесту-призрака. Но ведь правда. Нет. Правда. Мне нравится плесе, но мне не нравятся рукава. Оно не облегает мою фигуру. Это очень красивое платье для 70-х годов. У каждого свое видение. У меня очень счастливый брак. Я не очень суверна, но верю в то, что это платье принесло мне удачу, и чувствую, что оно принесет удачу, и Хейзер тоже. Я хочу подчеркнуть достоинство твоей фигуры. Думаю, заниженная талия отлично подойдет. Я собираюсь обрезать гофрированную часть и сделать раскрешенную юбку из кусочков шифона. Мы сохраним форму платья твоей мамы, но ты сможешь продемонстрировать свою потрясающую фигуру. Мне уже нравится. Встань, пожалуйста, я хочу показать тебе, что сделаю с топом. Мама, я знаю, что вам нравится кружево, но я не уверена, что смогу его использовать. Я не хочу на это смотреть, я закрою глаза. Боже мой. Боже мой. Мам, повернись, ладно тебе. Открой глаза. Посмотрите. Посмотрите сюда. Боже мой. Я знала, что это произойдет, но все равно была шокирована, увидев, как едва знакомый человек разрезает мое платье ножницами. Вы уверены, что готовы к тому, чтобы ваша дочь получила платье своей мечты? Да, я готова. Я чувствую, что она выберет это платье. Ну что ж, посмотрим. Да, посмотрим, мама. Да, посмотрим. Сегодня Хазер впервые посетит свадебный салон. У нее есть пять тысяч долларов и Сэм, который поможет подобрать ей платье. Ты привела других красивых женщин? Да. Вот это да. Подружка невесты Ким. Рад встрече. И моя подруга Доминик. Привет, Доминик. Я бы хотела узнать, в чем вы хотите видеть свою очаровательную подругу на ее свадьбе. Я бы хотела видеть ее в облегающем платье с небольшими украшениями и, возможно, бисером. В таком же элегантном и сексуальном платье, как она сама. Ким – настоящая всезнайка. Раньше она была стилистом, и ей очень-очень нравится мода. Я бы хотела, чтобы верх платья был закрытым, возможно, короткие рукава. Что-то вроде этого. Ясно. Хазер, опиши свое платье тремя словами. Я хочу, чтобы оно было элегантным, изящным и романтичным. Хорошо располагайтесь, встретимся позже. Отлично. Иди за мной. Так, Хазер, я выбрал для тебя кое-что. И хочу услышать о твоих первых впечатлениях. Посмотрим. Мне нравится кружево. Это должно отлично подойти для Гавайи. Видите деталь? Она будет замечательно смотреться с банановыми листами. Поэтому я его и выбрал. А еще мне нравится цвет, он уникален. Ты молодец, что выбрал его. Они все очень красивые, мне не терпится их примерить. Отлично, давай начнем с этого. Здорово. Пойдем со мной. Мы с Хазер всегда советуемся, прежде чем принять какое-то решение. Свадьбы Хазер много для меня значит. Я чувствую, что должна сделать этот день для нее особенным. Для своей Гавайской свадьбы Хазер хотела выбрать что-то сексуальное, но традиционное, элегантное, но простое. Это платье подходит. Жду с нетерпением. Хазер, выходи. Потрясающе. Это замечательно. Я не в восторге от полосок из кружева и тюля на подоле. Да, мне тоже не нравится юбка. Немного шумная. Я не уверена, что юбка должна расширяться там, где она расширяется. Ким плохого не посоветует. Я ей доверяю. Мне не нравится тесьма на подоле. Она выглядит неаккуратно. Если ей не нравится платье, я не хочу идти в нем к алтарю. Позвольте рассказать, почему я его выбрал. Цвет слоновой кости будет отлично сочетаться с зеленью Гавайев. У него сердцевидный вырез, но кружево на топе придает ему очень скромный и одновременно сексуальный вид. У тебя потрясающая фигура, ты высокая, поэтому тебе идет такой фасон платья. Он еще больше стройнит. Это платье от Ифов Милоди. Оно стоит 3,5 тысячи долларов. Меньше нашего лимита. Мне все равно оно не нравится. Мне тоже. А мне очень нравится это платье. Давайте посмотрим что-нибудь другое. У нас еще много вариантов. Мы скоро вернемся. Мне кажется, это тесьма выглядит дешево. Они как будто хотели пришить кружево, но им его не хватало. Поэтому они приделали его сюда, сюда и вот сюда. Если Хэзер выберет это платье, через 20 лет она посмотрит на него и спросит себя, почему у него была всего одна полоска французского кружева. Вот интересно. Это очень простое и красивое платье. Его отличительной чертой является цвет Хэзер. Хэзер, выходи. Ну как? Очень мило. Мне нравится. Оно подходит тебе. Оно очень красивое. Мне нравится цвет. Ты согласна не на белое платье? Хэзер. Да. Мне нравятся свадебные платья необычных цветов. Это платье, которое можно надеть на чужую свадьбу. И ты будешь выглядеть в нем как сумасшедшая. Нет, я имею в виду какое-то торжество, просто оно не похоже на свадебное платье. Я выбрал это платье, потому что оно отличается от других. Оно из тканей, пастельных тонов, украшено красивым французским кружевом. На нем много потрясающих деталей. Подол из органзы делает его уникальным. Это платье от Виктории Никол за 4800 долларов. Мне нравится это платье, потому что оно уникально и элегантно. Оно кажется мне немного старомодным, поэтому я от него не в восторге. Хорошо, у нас есть другие платья. Отлично, вперед. Ваше платье ей подошло? Да, оно как будто шито специально для нее. Но я знаю, что это не то, что она хотела, и поэтому Келли придется потрудиться. Придется поработать ножницами. Мама больше 30 лет мечтала увидеть дочь в этом платье, поэтому я собираюсь обрезать как можно меньше. Я использую гофрированную ткань для топа и для юбки. Я хочу придать платью современный образ и использовать оригинальную гофрированную ткань маминого платья. Я уверена, что смогу сшить платье, которое понравится Хезер, потому что у меня уже есть для этого все базовые элементы. От этого платья веет весной. Хезер, выходи. Мы ждем тебя. Хезер! Очень красивая. Я в восторге. Ким, ты молчишь, и мне страшно. Что ты думаешь? Это оно. Правда? Всем нравится это платье? Да, оно идеально тебе подходит. Ты хотела кружевое платье-русалку, которое облегает и подчеркивает твою фигуру. У него классический сердцевидный вырез со скромным украшением. Это все французское кружево. Принт в виде листьев отлично подойдет к гавайской тематике свадьбы. Платье придает твоему образу голливудский шип. Подолк украшен различными деталями. Это платье от Ramona Kevezel Legends, стоимостью 3900 долларов. Ты чувствуешь себя в нем, невеста? Да, я сейчас заплачу. Очень красиво. Мне нравится. Хэзер выслушал разные мнения, но все остановили свой выбор на одном платье. Остался последний вопрос. Согласна ли Хэзер? Хэзер, выходи и покажи нам свое платье. Удивлены? Я долго думала и решила, что это мое платье. Хорошо. Мне нравится. Хэзер удивила всех, выбрав тюлевое платье без бретелей с кружевным подолом. Всех в шоке. Они думают, разве мы это платье не забраковали? А я счастлива. Я переживала, потому что не хотела вас огорчать. Нет, это твой выбор, а не наш. Главное, чтобы тебе нравилось. Это мое платье. Мы нашли его. Самое трудное в работе над этим платьем – это украшение подола. Я использую куски ткани маминого платья, чтобы сделать эти шифоновые сборки, которые добавят объем платью Хэзер. Кажется, что гуфированной ткани очень много, но это не так. Даже огромной юбки может быть недостаточно. Я начинаю переживать, что ткани не хватит. Далее в программе. Наша невеста умирает от желания выйти и увидеть свое платье. Мама, вы нервничаете? Да. Два платья для невесты. Несмотря на мнение подружки невесты, Хэзер не смогла отказаться от этого платья с кружевом и необычным узором. Свадебное платье – самое важное платье в жизни женщины. Твои спутники помогали или усложняли процесс выбора? Они очень мне помогли, потому что я уважаю мнение своей мамы и своих друзей. Ты остановила свой выбор на прекрасном платье, хотя и были не согласны. Мы так близки, что я не боюсь сказать ей о том, что мне что-то не нравится. Я не знаю о том, понимаете? Естественно, я выберу то, в чем сама чувствую себя красивой. Хэзер, ты примерила несколько выбранных Сэмом платьев. Готова ты взглянуть еще на одну? Да, вперед. Итак, мама. Да? Вы полностью изменили ваше чудесное платье, а вы его так любили. Да. Вам страшно? Вы спокойно отреагируете, если Хэзер не выберет перешитое платье? Я постараюсь. Все ясно. Я надеюсь, что оно понравится и ей, и мне, и что она выберет его. Наша невеста умирает от желания выйти и продемонстрировать свое платье. Уверена, что вам тоже не терпится. Да. Хэзер, выходи. Боже мой. Да, теперь все по-настоящему. Потрясающе. Очень красиво. Мне нравится гофрирование. Боже мой. Боже мой, Хэзер. Это твое платье. Ау. Я наконец полностью осознала, что Хэзер входит замуж. Я начинаю плакать, когда представляю, как она спускается к алтарю в моем платье. Трапециевидное платье мамы превратилось в платье, украшенное кружевом и шифоновыми вставками с сердцеобразным вырезом. Не могу поверить, что это твое платье. Я тоже. Господи, оно шикарно. У меня слов нет. Я в восторге. Отец подумает, что это новое платье. Он скажет, что ему понравилось, и не поверит, когда я сообщу ему о том, что это то самое мое старое свадебное платье. Он не поверит. Ты выглядишь удивленной? Да, я в шоке. Меня как будто только что ударили по лицу. Мне нравится вырез очень сексуально в твоем стиле. Когда Хэдзер вышла в перешитом платье, я была удивлена. Поверить не могу, что Келли это сделала. Оно выглядит совершенно по-новому, но я узнаю ткань на подоле. Подружка невесты, что думаешь ты? Оно шикарно. Я не шучу, Хэдзер. Оно просто потрясающее. На нем так много интересных деталей, и оно так тебе идет. Очень красивое. Позвольте рассказать, что я сделала. Я хотела, чтобы платье выглядело гламурным, поэтому нашла серебряную вышивку. Красивое украшение из бисера на топе визуально увеличивает твою грудь. Детали из гофрированной ткани – моя любимая часть этого платья. Мне едва хватило ткани, чтобы доделать подол. Мне пришлось воспользоваться каждым отрезанным кусочком. Ты помнишь небольшие жемчужины на платье твоей мамы? Они тоже здесь. Вот. Да, я вижу. Я использовала всю старую ткань и уложила за 925 долларов. Боже мой. Это самое трудное решение в моей жизни. Я должна выбрать между двумя красивыми платьями. Мне нравится, что в перешитом платье я вижу платье своей мамы. Я в восторге от ремня и от того, что Келли убрала рукава и воротник. Мне очень нравится фасон нового платья. Оно отличается от всех остальных. Мне очень нравится силуэт гораздо больше, чем у перешитого платья. Я не знаю, что мне делать. Хэзер придется выбирать между двумя уникальными платьями. Я знаю, что Хэзер нравится ее новое платье, но она была приятно удивлена тем, что получилось из старого. Как вы думаете, что она выберет? Надеюсь, мое платье. Думаю, она выберет перешитое платье. Оно принадлежало ее маме, и поэтому оно особенное. Не знаю, мне кажется, Хэзер выберет новое платье. Она мечтала о таком. Мне придется сделать непростой выбор. Мне нравится силуэт нового платья, к тому же оно очень красивое. Но мамино платье уникально. И я в восторге от гофрированных деталей. Нас ждут важные решения. Хорошо. Какое тебе больше нравится? Мне нравится платье твоей мамы, потому что оно выглядит богаче. На нем гораздо больше деталей и украшений. Настоящее произведение искусства. Но ты влюбилась в это платье, и, наверное, это было не просто так. Я знаю, что тебе понравились оба платья. И независимо от того, что я скажу и как сильно я начну на тебя давить, надо решить это самой. Конечно. Это твое решение и твой день. Спасибо за помощь. Пора узнать, какое же платье выбрала Хэзер. Будет ли это мамино платье, или она выберет новое платье? Хэзер, пожалуйста, выходи и покажи нам свое платье. Вы удивлены? Большое спасибо за помощь в выборе платья. Огромное вам всем спасибо. Ты очень красивая. Спасибо. Спасибо за то, что выбрала мое платье. Мама, я очень-очень тебя люблю. А я тебя. Ты такая красивая. Спасибо, мама. Ты же знаешь, мы очень похожи. Эти гены я у нас следовала от тебя. Я была счастлива, когда увидела Хэзер в своем платье. Сегодня она выбрала мое платье, потому что мама плохого не посоветует. Я очень счастлива, что она пойдет к алтарюзму в моем платье. Я рада, что ни у одной невесты в мире не будет такого же платья. Мне не терпится оказаться в этом шикарном платье у алтаря. Я чувствую себя настоящей невестой. Я готова выходить замуж. Все, я готова. Я готова положить платье в чемодан и лететь на Гавайи. Ура! Продолжение следует...